Праздник охватит каждый район города. Самара отметит 436-й день рождения с размахом. Кроме традиционных музыкальных фестивалей, более 120 мероприятий пройдут и в самарских дворах. О планах на начало сентября главы районов на еженедельном рабочем совещании в городской администрации рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Свои программы подготовили и департаменты образования, спорта и культуры. При этом первые праздничные концерты начнутся 4 сентября и будут проходить в разных точках города всю неделю. А с 9 по 11 сентября пройдут самые массовые народные гуляния. В Струковском саду, на набережной, на склоне площади Славы и на площади Куйбышева. Полное расписание праздника будет опубликовано в ближайшие дни. Сейчас выверяем по времени, по локациям. И, конечно, в районах тоже свои районные афиши, конечно, запускайте. Пусть люди понимают, где можно будет отметить день города. На площади Куйбышева и второй очереди набережной, сопровождая праздник, самарские предприниматели будут угощать гостей блюдами разных национальных кухонь. А у музея Алабина развернется сезонная ярмарка сельхозпроизводителей. В прошлом году у нас 100 сельхозпроизводителей представляло уже продукцию. Все они изъявили желание, точно наполнение будет. И время как раз 11 сентября. Но с нашей точки зрения и с точки зрения сельхозпроизводителей оптимальное, потому что продукция вся уже будет в наличии. Обеспечивать чистоту в городе в эти дни будут в усиленном режиме. Муниципальным предприятиям и управляющим компаниям глава Самары поручила привлекать дополнительное количество людей и техники. Также глава города продолжит выездные проверки внутригородских районов, чтобы посмотреть качество уборки и содержание дворов и общественных пространств. Продлена будет в эти дни и работа общественного транспорта. Отдельным вопросом стало обеспечение безопасности праздника. Будут также привлечены дополнительные силы, чтобы 436-й день рождения города самарцы и гости областного центра отметили с комфортом. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.